Сегодня в Ульяновске встречали необычный поезд. Именно такие составы курсировали в разгар войны по Волжской Ракадзе. А сама железная дорога внесла неоценимый вклад в коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этом году Волжской Ракадзе исполнилось 80 лет. По случаю даты на центральном вокзале устроили праздник. На нем побывал Эдуард Истомин. 80 лет назад через Ульяновск мчались точно такие же поезда. Они везли танки, зенитные пушки, а еще легендарные «катюши». Грузное оружие шло на фронт по Волжской Ракадзе. Эта железная дорога стала уникальным объектом в стране. Почти тысячи километров всего за полгода и в самый разгар войны. Именно так сооружалась Волжская Ракада. Вначале по ней эвакуировалось население и промышленное оборудование, затем снабжалась оборона Сталинграда. По Ракадзе получали не только военную технику, но и передвижные установки. Эта полевая кухня легко цеплялась к грузовику. Благодаря ей солдаты получали горячее питание. Например, наваристую кашу, да и чайок в лютую зиму выручал. 50 литров. Сейчас разогревается. Готовый чай. И заливается вот таким ракадом. Все для фронта, все для победы. С этими словами люди шли сооружать Волжскую Ракаду. Начали в марте 42-го. Строило железную дорогу 20 тысяч советских граждан. Работали в три смены. О наградах никто и не помышлял. Сначала балласт укладывать, потом шпало укладывать. И все это было вручную. И все это было кирками. Работали ночью. Спали там. Там же, где они находились, там они и засыпали. Одежда была естественная, и обувь была вся изношена. Поезд подходил к месту стройки, разгружался, и паровоз вместе с вагонами отправляли под откос. Его место занимал следующий. Фактически в разы скорость строительства была за счет этого увеличена. Память о Волжской Ракаде хранится в музее на вокзале Ульяновск-Центральный. В экспозиции образцы рельсовых накладок и шпал, а еще различный инструмент для работы на железной дороге в годы войны. Такой же использовался. Может быть, какая-то кирка или лопата, конечно, применялась в работах 42-го года. Советские люди сотворили Ракаду, а она помогла перемолоть армады вражьих войск под Сталинградом. Было уничтожено около 150 тысяч фашистов, еще 100 тысяч было пленено. Об этом говорили на праздничном митинге. Десятки тысяч вагонов привозили боеприпасы, технику в Сталинград. И все это помогло одержать великую победу. После митинга у Стеллы трудовой доблести состоялось возложение цветов. Участники акции отдали дань памяти ульяновским труженикам тыла. Но и веселью нашлось место. Настроением зрителям подняли самодеятельные коллективы. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай, без деться только никого не допускай. Эдуард Истомина, Александр Рассухин, Вести Ульянск.